Пасхи В пекарне Свято-Серафимовского монастыря на Русском с понедельника работают днём и ночью. К Пасхе здесь планируют испечь около тысячи куличей. Сейчас идёт Страстная неделя. Это подготовка к Пасхе. Что такое Пасха? Это такой праздник праздников. Для каждого православного христианина это самый главный праздник. И атрибут, то есть символ пасхального стола является пасхальный кулич. Мука, масло, яйца, молоко с монастырской фермы, цукаты, изюм – ингредиенты традиционные, как и молитва, которая при этом процессе обязательна. Большую часть продукции отправят в храмы Владивостока. После Великого поста куличи украсят праздничные столы. Это всё тоже важно, но не на первом месте, скажем так. Это такие сопутствующие моменты, чтобы радость наша была исполнена. Потому что человек имеет не только душу, но имеет ещё и тело, которое тоже после такого трудного подвига, постного, нуждается в таком утешении, как мы говорим. И пока на подходе в пекарне новая партия, в библиотеке монастыря развернули упаковочный цех. В коробках нарядные пряничные курицы, цыплята и куличи. На столах уже готовые наборы. Монахам помогают прихожане. Людмила Ситникова вместе с дочерью уже несколько лет выпекают и разрисовывают пасхальную продукцию. Традиции украшать выпечку пряниками у них появилось случайно, рассказывает Людмила. Несколько лет назад в тесто добавили слишком мало муки. В итоге середина кулича провалилась. Мы решили сделать вот такое вот гнёздышко. То есть традиционно ставили сюда вот такой вот пряничек в виде курочки. Добавили туда яичек. Именно эти куличи пошли в первую очередь. Люди с тех пор вот как-то хотят с монастыря именно с курочкой и с цыплёнком куличики. Сначала не обошлось без путаницы. Некоторые прихожане посчитали, что кулич и в самом деле с курицей или цыплёнком. В итоге в названии стали указывать «птицы пряничные». Многие стали повторять дома то, что увидели и попробовали в монастыре. Так и идёт традиция к людям, считают монахи. Уже в эти выходные православные верующие отметят Христово Воскресенье. Пасхальную выпечку осветят в храмах, а после порадуют себя ею за праздничным столом.